Сегодня мы продолжаем разговор о странных особенностях квантового мира, мира реально существующего, в который трудно поверить. Для того, чтобы заставить нас лучше разбираться в этом квантовом мире, понять, что к чему и как, наш сегодняшний гость предложит нам сыграть в квантовые игры. О том, что это такое, сразу после рекламы. Так, что такое квантовые игры? Почему о них? Квантовые игры на самом деле это обычные игры. Мы играем в обычные игры, но то, что происходит, мы думаем, насколько хорошо можно играть в эти игры, и думаем, что есть определенный предел. Наша классическая логия говорит, что лучше этого играть нельзя. Тогда приходит команда, у которой есть квантовые приборы, и она нас обыгрывает. Это, по-моему, если на самом деле сейчас это почти возможно, до сих пор такой команды не произошло. Только теоретически мы знаем, что команда с хорошими квантовыми приборами сможет обыграть классическую команду. Если это произойдет, это будет наилучшим доказательством о том, что квантовая механика на самом деле верна. На сегодняшний раз можно будет показать, что те, кто верят, и до сих пор есть такие, которые не верят в странности квантового мира, думают, что каким-то образом все-таки есть классическое объяснение этим явлениям. Если такие игры действительно будут сделаны, то мы дойдем до того, что сможем действительно показать и постоянно выигрывать, то я считаю, это очень большой шаг. И даже пока это невозможно, это не очень далеко от возможности. Интересно показать, как все это происходит. Сегодня я хочу говорить, на самом деле, об одной игре. Эта игра основана на невозможном ожерелье. Значит, сначала я объяснил, что такое невозможное ожерелье. Здесь, в этом ожерелье есть четное число бусин. И есть некие правила. Одно из правил, что каждая соседняя бусина разного цвета. В данном случае ожерелье двухцветное. Возьмем красное и зеленое. Правила каждое соседнее другого цвета. Тем не менее, первое и последнее одного и того же цвета. Довольно понятно, что это невозможно. То есть, если выполняется первое правило, не выполняется второе. Да, потому что если первое, оно красное, то второе должно быть зеленое, и третье снова красное. Значит, каждое четное должно быть зеленым. Все четное и зеленое. Последнее, оно четное, потому что по условию нашей задачи четное количество бусин. Значит, последнее должно быть зеленое. А мы говорим об ожерелье, в котором последнее красное. Ясно, что такого ожерелья не существует. Тем не менее, если у нас есть квантовая команда, то есть команда, у которой есть квантовые приборы, она нас может попытаться убедить, что такие ожерелья, да, существуют. Мы можем почти в это поверить. Сначала посмотрим, что может сделать классическая команда. Допустим, что есть классическая команда, состоящая из двух игроков, у них есть... Они говорят, что у них есть два таких ожерелья. И сейчас мы будем играть в следующую игру. Понятно, что они не будут показывать все ожерелье. Никто не хочет рассказывать свои секреты. Поэтому есть определенные ограничения того, как мы проверяем команды, есть ли у них такие ожерелья или нет. И условие следующее. На самом деле, на каждую пару ожерельей каждый игрок спрашивается только о цвете одной бусинки. Допустим, первый спрашивается о цвет бусинки 3. Когда второй может спросить, его могут спросить либо 2, либо 4. Никакие другие спрашивать нельзя. Они должны дать цвета. Эти цвета должны быть разные. Если они сумели дать разные цвета, то они выиграли. В чем проблема? Проблема, что эти два игрока находятся на самом деле далеко друг от друга и не знают друг от друга. Чтобы сделать чистый эксперимент, можно их так далеко рассадить, чтобы они даже не успели в принципе разговаривать между собой. Чтобы свет от одного не успел прийти ко второму, чтобы сказать, какой цвет он дал. Если так, то на самом деле они должны решить заранее, какой цвет сделать. Если они решают заранее, какой цвет сделать, единственная возможность для них всегда не делать ошибки, если у них есть такое ожерелье. Классически такого ожерелья быть не может, как мы говорили раньше. Значит, обязательно должна быть хотя бы одна ошибка в таком ожерелье. Если есть хотя бы одна ошибка в таком ожерелье, значит, есть хотя бы одна пара соседних одного цвета или первый и последний одного цвета. Теперь, всего в таком ожерелье есть на самом деле N пар. Если есть R и хотя бы одна ошибка, тогда вероятность ошибки классического классической команды должна быть вероятность 1 разделить на n они могут играть и хуже но лучше чем вероятность 1 на n они играть не могут довольно часто они будут говорить правильные ответы но у них есть вероятность 1 на n ошибиться теперь посмотрим что может сделать квантовая команда какие у них для этого есть возможность квантовая команда может построить для себя то что называется пара Einstein-Podolsky-Rosen эта пара на самом деле Бом перешел именно на такую формулировку рассматривается два электрона и рассматривается spin-электрона spin-электрона это что-то что может быть либо вверх либо вниз по определенной терминологии в паре электроны эти электроны они запутаны их квантовое состояние запутанное есть связь между тем что находит на одном и что находит на другом всегда когда находит на одном вверх на другом всегда находит вниз но более того квантовая механика говорит что если на одном смотрит в одном направлении а на другом смотрит в другом направлении то есть связь с вероятностью когда оба дадут вверх или вниз например если есть угол между двумя направлениями θ, то тогда квантовая теория говорит, что вероятность получить оба вверх, это синус квадрата этого угла разделить на 2. Это часть квантовой теории, с которой все согласны, и на самом деле, которая проверена в эксперименте. Теперь, на самом деле, эта формула сначала ее узнали очень давно. Но Белл увидел, насколько она поразительна. Он увидел, что никакая классическая теория не может объяснить эту форму. Нет никакой теории, которая может дополнить квантовую теорию, чтобы дать вот такую вероятность. Если бы Эйнштейн еще был жив в 64-м году, когда Белл это нашел, он бы должен был признать свою ошибку в том, что он думал, что можно это дополнить. Как же можно использовать вот эти странные корреляции, которые невозможны классически, с помощью квантовой команды, чтобы выиграть такую игру? Квантовая команда не имеет никаких ожерелья. Это невозможное ожерелье, у них нет ожерелья. Все, что у нее есть, у нее есть вот только вот такие пары Эйнштейн ЭПР, пары таких спинов. То, что она делает, она производит измерение спина на одном из... Один участник измеряет на своем спине, второй измеряет на другом спине. Причем, как они это делают? В зависимости от того, о какой бусинке они спрашивают. Всего есть N бусинок, есть N возможностей. Они делят половину направлений на N частей, как на этом рисунке. И когда их спрашивают, какой цвет бусинки I, они измеряют спин в сторону I. Второй игрок будет спрошен на один из других направлений, но очень похожих. Либо I плюс один, либо I минус один. И он тоже говорит результат его измерения. Угол между этими двумя направлениями всегда будет весьма мал. Этот угол на самом деле пай разделить на 2N. Пай разделить на N. Это значит, что вероятность по той формуле, в которой есть для пар ИПР, вероятность того, что оба будут в том же направлении, если они соседние, она дается формулой синус в квадрате пай разделить на 2N. Когда они пользуются именно такой схемой, то что здесь устроено, что если они спрашивают первую и последнюю, то здесь как раз первые и последние, они совсем другие направления, они почти обратные. Пара ИПР имеет это свойство, что если направления обратные, они почти всегда совпадают. И это то, что требуется в этой задаче. Вероятность того, что если они будут спрашены первую и последнюю, что у них получится тот же самый ответ, вероятность этого на самом деле тоже синус в квадрате на пай разделить на 2N. Это значит, что вероятность ошибки квантовой команды синус в квадрате пай разделить на 2N. Теперь у нас преобразование сделать, да? Значит, ошибка классической команды 11 на 1N. Ошибка квантовой команды синус в квадрате пай разделить на 2N. Теперь не нужно особой математики, чтобы понять, что когда N большое, и когда этот угол маленький, то синус примерно равняется углу в радианах, как это обычно происходит. И тогда это примерно равняется пай в квадрате разделить на 4N в квадрате. Классически это 1 разделить на N. Если N большое и даже не очень большое, то получается, что это число будет существенно меньше, чем 1 разделить на N. 1 разделить на, когда делится на N в квадрате, и N растет, понятно, что это станет меньше, чем 1 на N. На самом деле, начиная с N, где-то, 4. Всегда должно быть N четное. То есть, мы получаем, что 1 на N, оно будет больше, и для большого N существенно больше, чем формула для квантовой команды. Это приведет к тому, что квантовая команда будет ошибаться намного реже. Если сделать такой эксперимент с N, который близко, допустим, к 100, то тогда человек, который не знает о квантовой теории, единственное, что он знает, это классическая теория, он будет просить, сделаем еще, еще. Когда он видит, что квантовая, что все время получается в порядке, он уже не будет знать, что верить. Он уверен, что давно должна была быть ошибка. Ошибки нет. Он может поверить, что на самом деле есть такие невозможные ожерелья. Нарушается теория вероятности. Существование ожерелья, это нарушает все законы. То есть, он не будет знать, что... Он может верить, что все-таки есть какое-то сообщение, что каким-то образом они говорят за друг друга, несмотря на то, что они находятся далеко, несмотря на то, что скорость света не разрешает. или он узнает о том, что существует квантовая механика, у него есть вот такие квантовые возможности. Может быть, прежде чем я перейду к выводам, к идеям, что можно об этом говорить, я хочу немножко сказать об эксперименте. Как я сказал в начале, до сих пор на самом деле нет успешного эксперимента, нет технологий, которые бы это разрешили. Я просто хочу уточнить, что эксперимент Эйнштейна, Подольского, Розен, это мысленный эксперимент. Он реально не был проведен. Эйнштейн, Подольский, Розен, это был мысленный эксперимент в 1935 году. После этого Бом приложил вот это изменение. Теперь со спинами на самом деле эксперимента не происходит. Но то, что очень похоже, имеет ту же математику, и, в общем, на самом деле эквивалентно, это эксперименты с поляризацией фотонов. И вот эти эксперименты на самом деле сейчас производят во многих лабораториях мира. Более того, их производят сейчас с весьма-весьма хорошей точностью. Сейчас технология в этом... Есть большой скачок, который дал, на самом деле, интерес и большой толчок к развитию всей области квантовой информации из-за того, что есть технология, которая дает возможность делать эксперименты такого плана. Есть проблема в этих экспериментах. Эксперименты основаны обычно на парах фотонов, на которых делают... Изменяют поляризацию. Изменяют поляризацию. Эти фотоны появляются от кристалла, на который, на самом деле, шлют свет от лазера большой мощности. И выходят оттуда иногда эти пары. Выходят весьма редко. Когда они выходят, они очень чистые. Они дают весьма чистое состояние. Проблема, что они выходят редко, и кроме пар, выходят и одинокие фотоны, которые к делу не участвуют. Для всех игр подобного плана необходимо следующее. Когда один игрок измеряет свой спин на своем фотоне, и он говорит, а, это зеленый, он должен быть уверен, что второй игрок получил тоже фотон, тоже измерил, получил измерение, может, тогда он весьма наверно скажет красный. Сегодня, если один получил фотон, весьма вероятно, что второй не получил фотон. Потому что каждый игрок получает гораздо больше фотонов, которые не часть пар, а которые отдельные. То есть, которые не являются, как бы, бусинками в ожерелье. Которые нельзя с помощью их давать указания по поводу бусинок, по поводу ожерелья. И таким образом, сегодня еще есть технологические проблемы. Это те же самые психологические проблемы в экспериментах, которые в последнее время стараются делать больше или больше, которые пытаются доказать без всяких специальных предположений, что Белл, Белл и Неравенство Белла, на которых говорят о разнице между квантовой и классической механикой, они действительно нарушены. И классическая физика неверна. Пока что есть много экспериментов, которые пытаются доказать без каких-либо предположений. Но если в одном эксперименте закрывают один луп-холь, то открывают какой-то другой. Если можно будет построить действительно такую технологию, и что можно начать выигрывать эти игры, тогда понятно, что нет никакого классического определения. Понятно, что квантовая механика должна быть важна. Поэтому есть... Настолько важно рассматривать и находить возможности для игр подобного плана. Если брать число N большое, то очень трудно сделать такой эксперимент. Но здесь, например, N даже 4 дает преимущество квантовой команды. Поэтому есть шансы, что подобные эксперименты будут проведены и не так уж не скоро. Не так уж не скоро – это по вашим прогнозам. В квантовой... В последнее время занимаются несколькими вещами. Одна из вещей – это квантовый компьютер, другая вещь – это квантовая криптография, когда переводят секретные сообщения или переводят секретный код с места на место. И это можно считать как третье. Квантовый компьютер... В ближайшем будущем никак не видно, что его можно сделать. Квантовый компьютер, который будет лучше, чем пенсиум, который есть сегодня. Криптография уже сегодня реализуется. Вопрос о эксперименте, в котором можно выигрывать квантовые игры, это где-то посередине. Это еще не существует, но это не так сложно, как квантовый компьютер. То есть я думаю, это реально. Я думаю, что у нас есть шанс еще увидеть, как квантовые команды выигрывают квантовые игры. Вот те эксперименты, которые называются экспериментами по так называемой телепортации квантов, это то самое, что вы сейчас описываете? То есть там тоже речь идет об изменении спины фотонов с тем, что противоположная сторона как бы принимает изменение спины у фотона, отдаленного от первого на достаточное расстояние, но связанного с ним, так или иначе. Это очень близко и очень похоже. В телепортации тоже есть... Это насновано на паре EPR. И квантовое состояние из одного места переходит в квантовое состояние в другом месте, желательно без того, чтобы с ним что-то произошло. Есть сегодня довольно неплохие эксперименты по поводу телепортации. К сожалению, у них есть та же проблема, которая находится здесь. Хорошие эксперименты телепортации сделаны с фотонами. Они основаны на тех же самых парах. Эти пары иногда есть, иногда нет. То, что находится сегодня с экспериментами, что когда эксперимент закончен, и фотон, который хотели перевезти отсюда, туда, нашли, выяснилось, что он перешел с очень большой точностью. К сожалению, не существует сегодня, и очень далеко до эксперимента, когда я могу дать вам фотон, вы его переводите куда-то туда. И даже я не прошу вас, чтобы всегда бы вы смогли это сделать. Я вас прошу только, я вам даю много, я вам дал фотон, вы говорите, не получилось. Я вас прошу, когда-нибудь скажите, вот сейчас получилось. Но я хочу, чтобы Алис, как обычно говорят, получил живой фотон. Что значит живой, который еще не измерили. Не измерили. Что его на самом деле можно с ним играть в подобные игры. Мы в прошлой программе остановились на таком шатком барьере, как бы точнее сказать, конкуренции между физиками и философами. Насколько я понимаю, все проблемы интерпретации квантовой механики на сегодняшний день лежат в двух областях. Первое — это попытка свести квантовую логику все-таки к привычной аристотельской логике, то есть объяснить с помощью существующей модели, или мира, квантовый мир. И вторая попытка — это отказаться от аристотельской логики. И тогда, как совершенно справедливо было написано в одном из учебников по квантовой механике, понять этого нельзя, но привыкнуть к этому можно. Вот в этом выборе, если он справедлив, вы на какой позиции находитесь? Я не знаю, Файман в свое время сказал, что нет никого, кто понимает квантовую механику. И вот очень нескромно сказать то, что я чувствую. Я принимаю это понятие, я считаю, что когда я готов принять это понятие многих миров, я даже не думаю, что... То есть понятно, что нужно к нему немножко привыкнуть, но я никак не могу не сказать, что его понять нельзя. Это, по-моему, оно вполне понятно. Сегодня, если студент начинает учить квантовую механику со второго курса университета, он принимает эту интуицию, он понимает, что мир таков. Если человек никогда не слышал о квантовой механике, привык к классическим понятиям, нельзя определиться в классических понятиях. но уже почти век. Мы знаем, что у частицы нет траектории, она волна или еще что-то. Это правда, что все время говорят, что есть дуальность. Я против, когда человек заходит, говорит, что она и частица, и волна. Понять этого нельзя, привыкнуть к этому можно. Я считаю, это действительно определение. Но если принять, может быть, несколько радикальную позицию, сказать, она волна. Тогда это можно и понять. Что значит понять? Посмотреть, мы видим подобные вещи в других местах. Когда у нас есть много аналогий, это наше понятие. Если сказать, что все только волны, картина достаточно ясна. Я думаю, к ней нужно несколько привыкнуть, потому что, когда мы обычно во всем, что мы видим, встречаемся обычно каждый день, нам кажется, что стулья сидят на своих местах. Они вовсе не волны, которые могут быть в двух местах. Но если можно, на самом деле, понять. Есть и другие вещи, к которым мы уже давно привыкли, и даже не считаем, что они не странные. Мы считаем, что стул – это какое-то плотное вещество. Но мы знаем, что он сделан с электронами и протонами, между которыми у нас есть почти вся пустота. Это тоже, можно сказать, понять нельзя. Но сейчас уже все согласны, что это они понимают. Так же стулья и все остальное – это волны. И, по-моему, если принять тезис о том, что все волны, и принять, может быть, нелегкое решение о том, чтобы быть готовым, что мы – это не единственные, не только в этом мире, что есть другие планеты, на самом деле есть еще другие копии нас. Но многие не очень хотят. Хотят чувствовать, что они сами. Люди с трудом приняли о том, что Земля – это не центр мира. Здесь нужно принять, что вот то «я», которое сейчас здесь, это не самый главный. Я думаю, что это основные причины, что люди не принимают мою позицию. Насчет логики, я могу еще, может быть, добавить к делению, о котором вы сказали, просто факт. Есть целая область людей, которые говорят, что есть новая логика, квантовая логика. И делают формализм с помощью квантовой логики и пытаются все это понять. Я не думаю, что они давно далеко пришли. Может быть, они могут привыкнуть. Но это в некотором смысле третья возможность. Взять новую логику. Многие миры – это не новая логика. Многие миры – это просто другая картина природы. Говорит о том, что вся природа – все в волнах. Мы прервемся на рекламу, а когда вернемся, я все-таки хочу понять, почему мы эти миры не ощущаем. Почему то, что дано нам в ощущении, представляется как один мир. Все-таки. Реклама. Это интересно – работать на себя. Не понимаете – объясним. Не умеете – научим. Не видели – покажем. Кулинарный поединок. Квартирный вопрос. Растительная жизнь. Хозяйственные выходные на НТВ. «Форд» производит автомобили по всему миру. Наши автомобили отвечают самым жестким стандартам качества, где бы они ни производились. Теперь и в России. Новый завод «Форд» в России. Мировые стандарты качества. Доктор Дизель представляет. Вкус настоящего разливного пива. ДРАФТ Только в банке. ДРАФТ Доктор Дизель ДРАФТ ДРАФТ И устроили они пер на весь мир. Ну, это просто. Берем куриное филе, холодные сливки, а теперь немного волшебства. Магина второе. Размешиваем, заливаем этой смесью курицу и в духовку. Повара трудились три дня. А нам нужно 30 минут. Чего там только не было. Вот, например, курица в сливочном соусе с пряными травами и чесноком. А твоя еда из какой сказки? Магина второе. Маленькие победы каждый день. Маги. Мы всегда с нетерпением ждем наступления вечера. И каждый вечер для нас это праздник. Пиво столичное. Город ждет. Телевизор Тау Гига. Сверхтонкие компоненты завораживают. Мощная акустическая система потрясает. Домашний кинотеатр Гига Синема мало не покажется. Панасоник Моя любимая бочка Золотая бочка в банке Соня Эриксон Т-68А С фотографиями в записной книжке Смотри, кто звонит Я научу вас, как обрести гармонию. Закройте глаза. Представьте, что вы слышите журчание горного ручья. Я слышу. Медленно вдыхайте. Золотой свет, который вы видите, означает, что вы на правильном пути. Пиво Сокол безалкогольное. Это безупречное качество. Натуральные компоненты. А главное, отменный вкус настоящего пива. Пиво Сокол безалкогольное. Номер один в России. Почему Head & Shoulders шампунь от перхоти номер один в мире? Исследования дерматологов подтвердили, Head & Shoulders действует эффективнее большинства шампуней от перхоти. Он устраняет перхоть на 100%. Head & Shoulders. Всегда красивые волосы без перхоти. Пивовар Иван Таранов очень любил пивы Пит. И все передовое тоже. Даже первым в губернии Студебекер купил. Бывало, сядет за руль. Пит, давай по городу ездить. Одно огорчало великого пивовара. Городовой Пит за рулем запретил. Ибо алкоголь вождению смертельный враг. Подумал Таранов и решил сделаем безалкогольное. И сварил. Даже городовому понравилось. Иван Таранов всегда говорил водитель, хочешь Пит, возьми безалкогольный. Почему он? Ты чудовище. Почему не секретарша? Секретаршу я съем потом. Джон Малкович в фильме Тень вампира В пятницу в 23.45 на НТВ Почему мы принимаем один мир, когда, как я говорю, на самом деле есть много миров? Это вопрос, во-первых, совсем непростой. Вопрос, в котором пока что я не могу сказать, что сделан большой прогресс. Я не думаю, что мы видим полную картину. Есть сегодня довольно большое количество людей, которые работают на декогеренции в квантовой механике. И мне сказать, жаль, что сейчас Михаила Менского нет с нами. Он как раз специалист в этом направлении. Я считаю, что это должно дать какой-то количественный ответ, почему мы разделяемся на эти отдельные миры. Во-первых, разделяемся. А почему мы чувствуем один, а не много, потому что мы так построены. Это один вопрос. Можно спросить следующий вопрос, почему мы так построены. Для этого нужно рассматривать эволюцию. Эволюцию сознательных существ, как они могли развиваться. локальность физических теорий, квантовой теории всей физики, по-моему, дает ответ, почему мы построены так, как мы построены. Но на самом деле, построить всю картину действительно нужно собрать вместе. Начать с биологии, теорию познания. очень много. Я не вижу никаких парадоксов в построении такой линии. Пока есть несколько попыток ее развить. Я не могу сказать, что есть теория, которую все могут принять, с которой все могут согласиться. Я хочу вернуться к играм и показать, какие еще раз, почему я иду к многим мировам и от игр тоже. С одной стороны, когда я довольно быстро рассказал, что делает классическая команда, и сказал, что лучше, чем один разделить на N, она не может. Но на самом деле, можно углубиться в этом и углубиться еще и еще. И тогда можно вообще прийти к выводу, что это почти невозможно. Есть один игрок в одном месте, другой игрок в другом месте. У них нет времени разговаривать между собой. Значит, они не могут приедать сигнал. Как может помочь то, какая разница игроку, когда решать, что он скажет, зеленое или красное на каждый номер? Он не получит никакой новой информации. Поэтому весьма логично и почти парадоксально, если это не так. Что не должно быть разницы, и игрок не будет играть лучше, если он будет ждать до последнего момента, чтобы сказать, это зеленое или красное. Он должен решить заранее. Если он решает заранее, то лучше, чем один разделить на N, нельзя получить. Поэтому он должен быть неверный. Если это неверно, во-первых, непонятно, как это может помочь. Но кроме этого, это говорит о том, что невозможно локально заранее знать, какой будет результат эксперимента, любого эксперимента. Просто если бы физика говорила, какой будет результат эксперимента заранее, то он бы мог знать, какой будет результат. Невозможно. Природа не дает результаты эксперимента на основе всего, что здесь находится. С одной стороны, говорит, что все, что находится вне конуса света, не имеет значения. С другой стороны, все, что находится внутри, недостаточно, чтобы сказать, какой есть результат. Это значит, что физика говорит, что на определенные вопросы у нее нет ответа. Единственный ответ – вероятность. Мне трудно принять такую теорию, что физика ограничена, есть вопросы, на которые физика не может ответить, что природа на самом деле все не говорит, что Бог играет в кости. Я здесь вместе с Эйнштейном, он никак не мог в это поверить. Я с ним же никак не мог поверить, что можно действовать здесь, куда-то далеко. Единственный выход его без того, чтобы разрушить все это – сказать, что и это, и то происходит. Первый выход – сказать, что вот есть абсолютная случайность. Другой выход – это то, что я делаю. Нет случайности в физике. Нам она только кажется. Есть просто многие миры. На этих многих мирах объясняется, почему нам кажется, что есть случайность. Когда мы раздваиваемся, для нас наши ощущения точно как будто что-то случилось, и мы попали в определенный мир. С другой стороны, как физик, который работает на основах квантовой механики и на основе физики, я чувствую себя хорошо, у меня нет никаких фундаментальных проблем. Вещи, которые во всей физике, что я учил до сих пор, как несуществование никаких случайных процессов. Нет в физике сегодня случайных процессов. Единственный случайный процесс – это вот когда происходит этот коллапс решения, какой же будет результат. Я чувствую себя гораздо лучше, когда физика не вводит в вещей, которые у меня не было раньше. Это приводит меня к тому, что я предпочитаю интерпретацию многих миров всем другим альтернативам. Спасибо.